добрый вечер добрый добрый откуда будет я сочи поставь какой-нибудь трек хороший на свою а кто сказал что заказов могу и денежку подкинуть они а давайте сначала мы это опросики опросики а потом уже будет видно как считаете россия права напав на украину нас там уже точно нету смысле прямом смысле наше подразделение оттуда вышло ваш подразделение до вышла полностью вышла полностью оккупировали чужие земли очевидно но я имею ввиду почему вы пошли в украину воевать как как вы попали в чувака из зоны нет не за денежку идея такая простая давайте давайте когда наших женщин и детей прилетами убивают глаз за глаз скажите вы видимо не знали да что чувака вагнер воевали на донбассе с четырнадцатого года когда по умолчанию по умолчанию подождите так если бы вы в четырнадцатом году не пришли бы то никто бы женщин детей бы не убил наверно до вашего прихода ничего никто что-то там не подбал как так получилось нет это вы расскажите как так получилось что до вашего прихода никто не покупал а вы пришли и начали люди мы в первые дни в четырнадцатом двадцатом году заходили под киев под адреса заходили сидели в ресторанах спокойно кушали нас люди принимали все четко гладко было с оружием зачем пришли и мы без оружия в ресторанах чем и с оружием будем сидеть что но потом то с оружием пришли да никак никто с оружием не приходил конечно то есть не можете да объяснить как так получилось что до вашего прихода люди в украине не подпали а у вас тоже мирные жители погибли ответе на мой вопрос просто по новостям не показывают ну расскажите вы на мой вопрос утром вы сливаетесь но ты можешь ответить на мой вопрос на какой вопрос на мой ответе а потом свои задавать наших ракет погибают люди ваши или нет ответь мне на этот вопрос тогда я тебе отвечу на твой вопрос еще раз еще раз на наши ракеты погибают ваши мирные граждане что значит на на наши ракеты погибают мирные граждане вот из-за ваших ракет смысле мишу да 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 ну само собой само собой само собой в каких городах в городах донбасса все 8 лет а потом я отчетность как бы это не велась кто именно там пустил пустил есть причина следственной связи то что вы напали напали людей стали стали разбились сначала со своими которые сбивают и когда осколки падают на мирное население то есть короче виноваты не вы кто пришел с оружием на чужую землю и пускает ракеты а виноваты те кто эти ракеты сбивает защищает интересная логика конечно конечно я пошел там все за белгородской области вообще белгородского а что там было в белгородской областью до до 14 года там до украина что-то делал с ней до 14 ничего не было так а за что ты мстил получается а получается в двадцать втором году не подожди чувака вагнер были мы же ты же это подтвердил чувака вагнер были подожди точнее скажу двадцать третий год грозе чувака вагнер были на донбассе с четырнадцатого года в дом моего близкого послушай еще раз ты сказал что и подтвердил что вы были на донбассе в четырнадцатом году в том числе я спрашиваю что украина делала до 14 года с белгородом что ты пришел за него мстить в четырнадцатом году в 14 я пришел мстить за других людей за какие-то за каких которые находились и которые потом меня врачевали до отвоеванные наши территории такие отвоеванные ваши территории в украине территории ваших нет достаточно просто открыть договор о российско-украинской границе который путин подписал и пипать и посмотреть как территория как граница проходит тебе повезет если мы до киева сейчас вот у наших ребят оттуда вывели а то мы до киева хочешь вывели выхили вас да да ребята ребята те которые там остались и сейчас жаждут мести мой какие вы мстительные неуловимые мстители да нет я тебе могу показать видео где мы обнимаемся с вашими войсками давай покажем ты такого даже не видит давай пока когда бы патроны кончаются и выходишь ты вот на него с пустыми руками и он тебя обнимает он с полным стволом ствол опускает ваш украине давай покажи пока опускает стволы обнимает покажи мне потому что надо уметь работать покажи мне это видео они как вы там покажи видео мстительные уделали по радио тапа ты мне покажешь видео или нет я очень жду но ты мне номер скинь куда все видел тут скинуть так ты прям тут покажи как-нибудь а как-нибудь как как я тебе в рулетке покажу видео ах как жаль как жаль значит учись молодой чему чему учиться то тебя приходите с оружием на чужую землю что ли это особо как бы много ума не надо учись добру добру то есть вы добро несете да а как вот можно нести добро у них несколько городов я тебе сумел скинуть это видео ты бы получился у своих братьев когда спецназа все понятно о чем до сказки неуловимых мстителей давай чё не понял две минуты прошло ну все гео локации твои скины привет ты опять ты ее разу тебя то я вас не помню общались за такие общались да ну давайте напомнить иначе на чем остановились там высирал короче что-то что-то плохое короче что-то плохое вы считаете что россия провода напав на украину права права в чем она сразу и на вы затрагиваете именно политическое мне и само собой ребят само собой чем это делает вообще вы считаете что на право нападать на другие страны отвечу нормально что говорили я говорю сейчас с вами на я не точно который сидит рядом со мной зачем вы общаетесь именно только а политической потому что меня интересует этот вопрос интересуют а почему вы не можете узнать именно у своих жителей который живет именно вашей стране и политическое мнение я я россиянин и мне интересует мнение моих соотечественников вы не россиян версия вы не россиян слушаю города вы будете томск да спроси меня про том что нибудь нет я не знаю про город томск ничего ну можешь загуглить проверить что эти прозыску и который сидит именно под в сине-желтым флагом долго бы не просидел в городе томске я родом из томска но в томске сам особо не жил а а где вы живете ну я спросил где вы страшная загнивающая страна нато на то я понял а и поэтому вот так вот и поэтому вот так вот да потому что в моей стране к сожалению и говорить такие вещи да а в россии да а украине на монету монета монета нет нет а читать там томске в этом с вами да не квакай мы сейчас не с тобой говорим а когда движение бандеры было смотри флагами топтали российских посмотри на байдане смотри подожди я тебе открою маленький секрет бандера это националист один и если ты послушай послушай сюда за какую за какую за какую сторону чувак германская чувак чок бандер бандера не сад не состоял в сс что ты понимал не состоял воин зацгруппах понимаешь которые и чудик ты давай не будешь со мной говорить одновременно ты какой родина где где он родился где он родился скажи предателем предателем да 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 давай давай погугли где родился бандера а потом можешь погуглить документы нюрненского трибунала в которых банк бандера упоминался четыре раза и все четыре раза упоминался как враг и почитай его биографию что он сидел в концлагере в немецком за ксенхауза называется давай просвещайся 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 просвещать а да а потом а потом после того как про бандеру почитаешь почитай про власова чей чей государственный флаг сейчас у россии например да генерал краснова чей памятник стоит в станице еландской краснодарского края а и давай почитай чему мы идем мы идем к тому что мы же мы же начали говорить прав понимаешь а ты стал вот у вас там в украине у бандера бандеровцы бандера давай поговорим давай поговорим что такое что такое давай и назови признаки в чем в чем заключается я тебя задал вопрос объяснили что такое я тебе задал вопрос ответь на вопрос что наша страна ответь на вопрос что такое и в чем он заключается потому что не знаю может быть может быть 2 знает не говорим что такое и признаки режима какие есть фашизм это тупо патриот свои ты не а для свои принципы и на передок пою на мою страну никто не нападал а вот вы идейные а так вот ребят а